Приветствую вас, дорогая церковь! Устали? Попробуем взбодрить всех нас текстом из Откровения. Приветствую вас, дорогая церковь! К которым относится книга Откровения прошло примерно 40 лет со дня восхищения Иисуса Христа, поэтому вот примерно написание этой книги было тогда, и что-то произошло в культуре церкви, то есть что-то произошло в самой церкви, или вот эфесской церкви, о которой мы будем сегодня с вами рассуждать. Всего лишь два взрослых поколения по 20 лет, и мы видим, что церковь своего рода немножко деградировала. О чем мы будем сегодня с вами рассуждать, это как нам с вами открыть, получить Откровение Иисуса Христа в церкви эфесской. То, что было сокрыто, спрятано, и как Христос сам себя здесь открывает. Об этом мы будем с вами говорить. Итак, еще раз хочу напомнить, 40 лет прошло от основания эфесской церкви, ее основал апостол Павел. Сама церковь эфес, это был известный город в древнем мире, с менее неизвестной церковью. То есть церковь была весьма популярная. Павел служил в эфесе 3 года, это мы знаем из Деяния, там служили Акила и Прискила с апостолом. Близкие соратники Павла, Тимофей, которого он оставил, молодого пастыря в этой церкви, который работал в эфесе. И также сам Иоанн, который был заключен в темнице, он также нес служение в эфесской церкви. То есть мы видим, что это была такая основа из основных церквей в то время. Несомненно, это было место большой привилегии в Великой проповеди. Само послание к эфесянам очень уникальное, где апостол Павел молится о том, чтобы Господь дал им дух откровения, чтобы Бог дал им дух, чтобы они познали, кто такой Христос. Но буквально 40 лет примерно моего возраста прошло, что случилось с церковью. Об этом мы немножко с вами изучим. Также в эфесе, это такая поверхностная немножко информация, это великий город был также известен во всем мире, как религиозный, культурный и экономический центр региона. В эфесе был знаменитый храм Дианы, богини плодородия. То есть люди приходили туда и совершали очень непотребные вещи в этом храме. Туда посижались также цари, это было место, куда люди привозили огромные деньги, там они хранили в этих храмах. Там был также храм Артемиды. То есть мы видим, что культура того времени была очень такая, ну, подобна немножко нам. Современная культура была во дне апостола Иоанна. То есть также в это время надо не забывать, что происходило окружение Иерусалима и разрушение храма. Об этом мы чуть-чуть с вами дальше порассуждаем, поговорим. Не хочу сильно много зацикливаться на самом эфесе, на географии, но чтобы вы понимали, что церковь была прогрессивной церковью. Это была современная церковь. И мы наблюдаем, что своего рода современная культура, она часто проникает в церковь и затмевает или прячет самое главное – это самого Христа. Итак, наш текст будет... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова